друзья всем привет не свойственная для меня как бы тема хотя на самом деле у меня часто раньше бывали подкасты и серии подкасты с за рулем из такого раздел раздела кухонный философ вот сегодня нечто подобное ну все вы знаете что совсем недавно закончены были выборы в украине ну как же я могу не затронуть эту тему да ведь все же они говорят ну чё я рыжий что ли давайте я тоже на эту тему чуть ляпну вот на самом деле я не хочу говорить о том кому этом симпатизирую все такое прочее понимаете государство другое мне интересно больше наше у нас своих проблем достаточно но я наблюдаю не с точки зрения личностей которые там кто хорошо там зеленский или порошенко на самом деле я и так вот немножко прибеднился но я не темная за этой темы сам слежу давно у меня вас на самом деле политика интересна в плане изучение процессов абстрактно в этом плане мне очень сильно нравится позиция сомневзорова который говорит я человек не в пижаме а в халате как доктор я тоже обычно в халате поэтому я и наблюдаю тоже процессы вот таким вот образом для меня государство это как их наблюдаю со стороны как пациентов да я их не лечу нет но сделать какие-то заключения по поводу даже чужого пациента который лечить не собираюсь и принципе моили или не могу там увеличить да я принципе не могу ну и вот смотрите какая вещь ну во первых давайте с банальных вещей которые все озвучили я просто озвучивая их сам с этим как бы соглашусь с той точкой сам зрения которую сейчас буду говорить это же не мое и вернее не только мое потому что такого же мнения придерживается большое количество людей результаты выборов показали протестное голосование это совершенно очевидно почему не столько по первому туру выборов сколько по второму потому что смотрите в первом туре выборов там больше 30 процентов у зеленского было и собственно говоря обычно для чего и существует второй тур потому что во втором туре происходит перераспределение голосов среди тех вернее разбирателей которые чик че кандидаты выбыли уже в первом туре то есть данном случае это тимошенко это бойко там да и так далее вот больше 30 человек что ли был зарегистрирован и вот они должны отдать кому-то голос вот здесь было бы понятно и раз свой кандидат не прошел значит надо выбрать кандидата который другой не свой и вот здесь вот и как раз определяется собственно говоря и истинная сам расстановка сил поэтому на самом деле после первого выбора по настроением народа и по результатам соцопроса многим было понятно с очевидной ясностью что победить должен сам зеленский но тем не менее да вот ну и второй тур выборов дал совершенно понять что это протестное голосование потому что в принципе ровно на то количество процентов на то и fast Joe beeline было отдано другим ставите кандидатом то есть ней не зеленскому и ams или порошенко в первом туре вот на это же количество голосов на это же количество свои Clicky процентов у зеленского стало больше то есть все те кто проголосовали не за порошенко в первом туре отдали во втором туре свою голос зеленскому вот так то есть вот это вот мне это показывает что то протестмите голосование то есть понимаете какое То есть люди не хотели в первом туре отдавать голос Зеленскому, им было лишь бы не Порошенко. Они боялись Зеленского, потому что это человек в политике новичок, новенький там, да, и все такое прочее. Поэтому отдавали за Тимошенко, за кого-то, лишь бы не за Порошенко, не за действующего самой власть. Но, тем не менее, во втором туре они отдали голос за Зеленского. Вот так вот это видится мне. Ну, и не только мне, разумеется. Мы подобную тенденцию наблюдаем сейчас везде, да, и в то же время в России, в некоторых, значит, областях, где мы тоже видим протестные голосования на целом ряде выборов. Когда люди отдают голоса чуть ли не за домохозяек, лишь бы только... Да не чуть ли не за домохозяек, а за домохозяек, лишь бы только не выбирать кандидата от партии власти, как у нас ее называют, да, а не от Единой России. Вот так это выглядит. Вот. Второй момент. Ну, понятно, протест. То есть люди... Это говорит о том, что люди устали от одних и тех же лиц. Я бы другое слово, конечно, сказал, но у нас сейчас оскорбление власти там и все такое. От одних и тех же лиц. И когда на самом деле говорят, что нельзя выбирать кандидата, который не политик, это новенький, и что он знает, ты понимаешь? Наоборот. И уже люди стремятся к тому, чтобы увидеть другие свежие лица, потому что от старых они ничего не ждут. Ничего не ждут. То есть, понимаете, консерватизм уже не работает. Ну, кто консерватор? Консерватор – это поколение, то, которое постарше. Я одновременно буду рассматривать самки параллельно, ну, две страны, как Украину, так и Россию. Люди, которые постарше, они консервативны тогда, когда все нормально, более-менее. То есть смириться можно с тем, что есть. Вот они тогда консервативны, потому что они боятся, как бы не стало хуже. Ну, когда людей загоняют в ситуацию, когда совсем вроде нехорошо, да? Много обмана, много, значит, обещаний. Как обещания хороши на завтрак, но очень плохи на обед и ужин, понимаете? Где-то перефразирую Фрэнсиса Бэкона. Вот. То и то поколение, которое постарше, оно тоже роптать начинает. Ну, взять, например, тему с повышением пенсионного возраста в России. Огромное количество народу, тех, кто не вышел на пенсию, но находился в предпенсионном возрасте, было потеряно как электорат для правящей верхушки. Вот такая, как бы, тема, понимаете? В, значит, в Украине, опять же, вот обещания, значит, розданные по типу решения конфликта на Донбассе и, по-прочему, еще по борьбе с коррупцией, не привели никакому результату за время правления Порошенко. Народ сказал, ну, все, парень, ты нас обманул, все, до свидания. Трудно сказать, конечно, сможет ли сам Гизеленский решить эти проблемы быстро, возможно, и нет. Но, понимаете, есть надежда, что он внешнюю политику повернет хотя бы внутрь. Вот в этом плане я разделяю точку зрения Станислава Добелковского, который говорит, что если есть такие моменты, которые нерешаемы, например, тема Крыма, понятно, что Россия Крым не отдаст, даже учитывая всемирное давление, которое происходит сейчас в виде санкций и всего прочего, и смена президента никак не повлияет, даже если новый президент пошел бы на сближение конкретное с Россией. На Донбассе тоже в одну секунду тема не решится, в ДНР, в ЛНР и так далее. Но, по крайней мере, у Зеленского есть шанс направить тему внешней политики внутрь. И в этом плане ему не надо совершить той ошибки, которая, с моей точки зрения, как несильного политолога, совершается сейчас у нас. У нас тоже политика вся направлена вовне, то есть властичные бонусы во внешней политике, то есть во противостоянии всему миру, там, мы в кольце врагов, там, 5-10, вот в этом вот. И, там, Крымы, вымешательства где-то там в Сирии, где-то там еще. То есть вот мы такие в мире мощные и сильные. Вот на этом, ну, то есть имперская, как бы, тема, она должна повлиять на воинственно настроенных граждан, сыграть на неком чувстве патриотизма и державности и мощи государства для того, чтобы поймать определенный бонус, да, у правящей верхушки. А я думаю, что намного проще поймать сам бонус, занимаясь внутренней политикой, то есть совершая такие реформы и действия, которые повлекут изменения внутри, с моей стороны, позитивные. Вот это сыграет намного быстрее. Это правильная реформа ЖКХ, судебная система, там, условно говоря, да, с коррупцией, борьба, заканчивание вот этой вот борьбы с интернетом непонятной какой-то. Вот электорат, за кого бороться надо? За молодежь, как электорат. Этот электорат для элиты правящей, он просто теряется, когда проводятся такие самореформы. То есть электорат старшего поколения самки теряется за счет проведения всяких реформ по поводу пенсии, увеличения налогов. Молодой электорат полностью теряется из-за нововведений негативных, связанных с интернетом. То есть ощущение такое, что целенаправленно делается все для того, чтобы рейтинг упал у президента. Уж не знаю, сам ли он совершает ошибки такие, кто-то помогал, ну, ошибки в кавычках, потому что я не могу судить, я, может быть, не вижу тонких, как это говорит, ну, многоходовочек, может, там все так и задумано. Может, все идет так, как это было при Сталине, которого называли великим дозировщиком, который умел ровно настолько закрутить, смотри, гайки, чтобы народ как бы роптал, но не бунтовал. То есть ровно настолько, чуть-чуть гайки перекрутишь, и все, можно, блин, испортить коленкор весь, да. Но если их держать вот прямо на границах срыва, это резьбу, то все будет закручено довольно плотно. Может быть, такая политика, я не могу судить об этом. Но точно рейтинг не повышает это. Все эти там соцопросы, которые показывают какие-то большие рейтинги, это все херня, это не соцопросы. Они не объективны и нерелевантны на 100% и тому доказательствам флешмобы, которые, можно видеть, люди в интернете проводят. Это просто вообще конкретный показатель. То ли в Москве, то ли где-то едут по городу машины. Стоит на перекрестке парень, у него на груди висит плакат. Вот, если ты против, значит, сами знаете кого, да, это погуди. И ощущение такое, что как будто свадьба идет. Все едут и не переставая гудят. Понимаете? Вот, это что-то не показатель, что ли? То есть, вот сколько машин проехало, ну, может быть, там пара не погудела, которые, мигалки были там или правительственные номера. Все, кто просто так на машинах едет, все гудят. Понимаете? Так там даже повестка-то дурацкая. То есть, если ты против, там даже непонятно, что имеется в виду. Прическа не нравится там или еще что-то. Там даже не говорится, если не нравится политика или какие-то реформы. Против. То есть, настолько низок в головах у людей саморейтинг, так что он просто, сама персона не вызывает, как бы, вот, нету персоны рейтинга. Получается, ни в одной совершенно сангисфере. Настолько у людей уже сформировано, как вот такое, как бы, ну, мнение чисто негативное, в виде правового какого-то, ну, нигилизма, связанного с тем, что не выполняется ряд обещаний по поводу борьбы с той же коррупцией, повышения пенсионного возраста, вернее, его неповышения и так далее. Та же тема. Стоит на перекрестке парнишка молодой, значит, или где-то там на широкой улице, вы знаете, проспекте. Тоже на груди, вы знаете, плакат. Если тебе не нравится то-то, то-то, ну, опять же, знаем про кого, да, вот, дай пять. И идут люди, конечно, те, кто постарше, они боятся. Они просто косятся, ничего не говорят, проходят мимо и все. Потому что видят, что это все снимается на камеру. Ну, или даже если бы они этого не видели, они прекрасно понимали бы, что кто-то может стукануть, и все. У них свежо в голове история по репрессиям, у кого-то, у деда там репрессировали, у кого-то еще что-то. Молодежь идет вся, тотально, ни одного человека, ну, может быть, парочка прошло мимо, которые недалеко, как говорится, пятюню, вот так вот, как бы, хлопнули сам сверху. Понимаете? То есть вся молодежь. И вот это меня очень сильно поразило, потому что еще несколько лет назад студенческий, значит, электорат и молодежь, это было огромное плечо поддержки для правящих элит. То есть там было сколько вот всяких, ну, молодых, которые говорили, вот, 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 все самое то, все надо там, или все так, как надо, и все такое прочее. И вот сейчас, понимаете, именно молодежь, тем более это поразительно, что выросла целая генерация, то есть целое поколение людей, которые, в общем-то, другого правителя, ну, кроме того, который сейчас, и не видели. И если они и сам застали, то не в осознанной жизни, то есть они еще в школу даже не ходили, когда, предположим, был Горбачев или Ельцин там, да? Вот, то есть они живут при одной, как бы, персоне, и вроде бы они не должны ничего другого видеть, знать и понимать. То есть они должны быть уже, в общем-то, приучены, адресированы. Да вот фиг они, получается, что нет этого. Нету такого. И смена мнений, она происходит вот буквально за последние пару-тройку лет у этого поколения. То есть это говорит о том, что политика, которая проводится, вернее, несмотря на всю пропаганду, которая проводится, видимо, политические решения настолько непопулярны, что даже молодежь полностью меняет свою точку зрения. Это несмотря на ее электоральную незрелость, очень часто, то есть как бы непонимание каких-то политических процессов, плохого знания, там, истории и все такое прочее, то есть им уже чего-то хватает для того, чтобы поменять свою точку зрения на диаметрально противоположную. Как это не настораживает? Ну, так вот, вернемся к Украине, собственно говоря. Сейчас, конечно, Украина, вот то, что на ней, в самом деле, не прошло, оно полностью показало демократичность. И вот когда говорят, что там, типа, Порошенко потерял там власть, не воспользовался административным ресурсом, ну, что могу сказать? Честь и хвала ему, что не воспользовался. Вы знаете, сейчас Россия единственная, одна из, наверное, немногих стран, я не знаю, она единственная из крупных стран, которые не поздравила Зеленского. Я, говоря Россия, подразумеваю, конечно, тех официальных лиц, которые должны-то сделать официально, не поздравила сам Зеленского с победой на президентских выборах. Понимаете, вот, воздействие того же самого Трампа, он же позвонил в ту же ночь. Ну, понятно, что в Америке это был день, но он позвонил сразу же. Понимаете, и остальное, и ее тут же позвонили. Понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что они признают демократичность того, что произошло. Россия не поздравила, и Песков сказал, что, типа, рано еще. А что рано-то, если все уже посчитали? То есть, я единственное могу предположить, что они, ну-то, ожидали какого-то действия, несогласия со стороны Порошенко. Что Порошенко не понравится, как это все произошло, и он в последнем шаге, там, отчаяния поднимет какие-нибудь войска, займется какими-нибудь подтасовками, организацией каких-то беспорядков, пятое-десятое, Пуч, Фигуч, там, я не знаю, что-нибудь еще. А вы знаете, почему они так думали, наверное, что-то, или думают, что это может с вами произойти? Ну, каждый все мерит по себе. Это же именно так. Потому что я так предполагаю, что если бы у нас бы прошли бы такие выборы, на которых бы вдруг, несмотря на всю административную поддержку, вдруг оказалось бы, что победил бы по голосам, по результатам экзит-полов, какой-нибудь другой кандидат, то у нас, наверное, на следующий день бы началась бы какая-нибудь гражданская война. Ну, это так, это мое оценочное суждение. Ну, исключительно. Просто один из вариантов развития событий, я могу это предположить. И вот именно поэтому и ожидается то же самое, что может произойти и там. И вот на самом деле честь и хвала Порошенко, что не в процессе выборов самих, не после выборов он не повел себя недостойно, а признал результаты выборов. То есть, я считаю, что как бы Порошенко плохо не провел свой президентский срок, но возможность проведения демократических выборов, ошибочные какие-то решения, был, может быть, недостаточно инициативен в чем-то, но он правил так, что демократия при этом не была подавлена, и выборы прошли демократично. И, конечно, сейчас это напрягает, безусловно, элиты, это правящие российские, скажем так, элиты, потому что Украина показывает, что вот это все возможно. Причем у ближайшего соседа, это просто капец. Но, понимаете, вот по поводу поздравления, ну, тут еще и другая причина. Уже времени-то прошло достаточно много, уже можно все равно поздравить, но все равно не поздравляю. А здесь уже другая причина. Это рефлексии по поводу того, что не удалось предвидеть события так, как этого хотелось бы. Понимаете? Потому что, помните, когда кричали после выборов в Америке, там, Трамп наш, да? То есть, я так полагаю, что на самом деле не Трамп был так интересен. Был хорош тот правитель, при котором наиболее серьезно будет в Америке раздрай. То есть, беспорядки. А так как было совершенно очевидно, что правящие элиты в Америке больше поддерживают Хиллари Клинтон, то, значит, при Трампе они будут заниматься внутриполитической какой-то такой борьбой. И для России это, в общем-то, хорошо. Вот как бы так. Пускай они занимаются своими проблемами, нам меньше геморроя, они послабее. И здесь та же самая политика была. То есть, с Порошенко уже более-менее как-то договорились, уже было понятно, что он ведет абсолютно в никуда. Украину не получается ни там интеграции международной, хотя Украина направлена на интеграцию с европейским сообществом. Но все равно как-то не получается. И поэтому вот он уже понятный совершенно, очевидный, Зеленский непонятный. С одной стороны, кого бы поддержать, вот как бы это не ясно совершенно. Либо того, кто ясен, либо того, кто там придет к власти и из-за слабой политической своей силы значит, там еще хуже в Украине станет. Но, как оказалось, понимаете, народ-то понимает, что политик это не тот, кто хорошо ведет борьбу за власть. Вернее, не только тот, кто хорошо ведет. А тот, кто еще может что-то сделать для страны. А не только для правящей коалиции, там все такое прочее. И вот если от Порошенко уже ничего не ждут в этом плане сам народ. Народ единогласно поддержал, можно сказать, ну практически 75% голосов, что ли, там, значит, поддержал другого кандидата, Зеленского. Понимаете? Почти, я бы сказал, что это единогласно практически. Вот. Ну и, собственно говоря, сильнее, лучше, когда президентская власть чисто демократически, но допирается на власть народа, а не правящих элит. И здесь же стало понятно, что Зеленский плохой кандидат с вами для России, потому что его поддерживает весь украинский народ. И лучше бы, вроде как бы, остался Порошенко. Вот и поэтому сейчас очень трудно переварить, потому что ставку, мне кажется, российские, значит, элиты делали на, смотрите, Порошенко. Тем более, что, опять же, по мнению Стаса Белковского, я не уверен, что он тут. Конечно, прав он это напирает очень часто, но может быть, что по его наблюдениям обычно всегда проигрывает тот, на кого ставку делает Медведчук. Такой товарищ. А это на самом деле кум Владимира Владимировича Путина. И Владимир Владимирович Путин считается по мнению Стаса Белковского с мнением Медведчука, который в глазах Владимира Владимировича является значит, экспертом по, значит, украинским событиям и по расстановке сил. И оказалось, что не так. И вот рефлексию никак преодолеть не получается. Ну, но другое поражает. Ну, ладно, рефлексировать-то рефлексировать, но поздравлять-то все равно надо. Так или иначе, все равно придется дальше как-то выстраивать отношения. Все равно придется встречаться. Все равно придется беседовать. Все равно придется как-то налаживать отношения. Даже если в состоянии войны страны находятся, все равно они ну, ну, неявные, как бы, войны, да, не противостоять. Наоборот, надо искать какие-то точки соприкосновения. Это говорит о том, что контактировать все равно будет нужно. И эти вещи, безусловно, сказываются. Есть определенный международный этикет. Я хочу сказать, что когда Владимира Владимировича выбрали на очередной срок, я уверен в том, что абсолютное большинство в мировом сообществе, ну, не в восторге было от этого решения. Тем не менее, лидеры всех стран его тут же поздравили. Понимаете? Ну, не было тех, кто бы его не поздравил. Понимаете? Может, даже кто-то это сделал, скрипя зубами. Но все равно это сделать нужно. И это не осознанная глупость. А это потому, что все. Вот понятно, что еще целый срок придется с человеком работать. Выстраивать политические отношения. Все это в интересах собственного же народа. Какая бы сильная страна ни была, например, даже как Америка. Для нее любая там европейская страна, это несколько процентов ее ВВП. И тем не менее, то есть она как бы могла бы по отдельности ни с одной страной бы не считаться. Вы понимаете идею, да? И тем не менее, считается, то есть он все равно поздравляет там Трампа или там Обама раньше кого-то из того, кого-то выбрали. Макрона поздравлял там и все. Несмотря на то, хочется, чтобы он был или не хочется. В Италии вы говорите, где бы ни проходили выборы. Во-первых, это нот-этикет. Во-вторых, это залог дальнейших отношений. Потому что все начинается с этого. Все начинается с того, что ты признаешь лидера другого государства, но если неравным себе, то тем, с кем ты готов дальше вести и строить отношения. Не поздравление говорит о том, что ты не признаешь этот выбор. Ты с ним считаешься, но ты его не признаешь. И поэтому и строить отношения дальше будешь. Как бы не скрипя зубами даже, а просто не принимая в нужной степени в расчет этого человека. По мнению того человека. Он так это воспринимать будет. Понимаете? И это какие-то дворовые, блин, обидульки. Это недостойно политикам вот таким образом себя вести. Я так считаю. Потому что это вот даже не по-пацански. Вот она такие именно дворовые как бы темы. Вот что-нибудь там и губы надул, и вот я с тобой не буду разговаривать. Понимаете? Два или три дня не буду разговаривать. В итоге потом разговаривать все равно придется. Там мы поругались, да? Или даже не ругались, но пока не понравились. И вот не буду разговаривать. А потом все равно буду. Знаю, что буду. Знаю, что придется. Ну, а куда деваться-то? Все равно придется. Но вот эти два дня, как дурак, буду молчать, условно говоря. Это вот так вот. Пацаны рассуждают, которые поругались между собой. А у политиков такое вообще не может быть. Они же не могут себя вести там типа как дурак. Это же очевидно совершенно. Значит, возможно, тут какие-то вот именно рефлексии свои берет. Но все равно, мне кажется, тут ошибочно это дело. Поэтому поздравить-то, безусловно, надо. Хотя уже момент упущен. Сейчас уже когда не поздравь, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Да. Лучше поздно, чем никогда. Но момент упущен. Вот прям серьезно. И это неправильно совершенно. На мой взгляд, опять же, у меня, говорю, оценочные мои субъективные суждения, в которых я могу заблуждаться, ошибаться. Потому что я не политолог. Вот. И не политик. Я в большой степени не понимаю, что движет конкретно человеком, как самим политиком. Я могу понять, как человек, изучавший в определенной степени психологию в институте, а потом интересовавшийся и прочитавший довольно много книг по психологии, по философии, по социальной степени психологии. На том, как человек непосредственно сам рассуждает, находясь в одном статусе, в другом, в третьем. Но, понимаете, это плохо, когда мы ориентируемся на том, как ведет себя человек, как субъект, как личность. Вот прям непосредственно. Политик, он не должен быть человеческой личностью. Это фигура политическая. Он всегда должен переступать через свое «я», через обиды свои, через что-то еще. Особенно политик мирового масштаба, от которого зависят судьбы и своего государства, и другого. И если этого не происходит, то, возможно, значит, слабоват политик. Опять же, субъективное суждение. Понимаете идею, да? Вот, а вы как это думаете? Я вот думаю, что, конечно, да, когда мне задаются вопросы, особенно с Украины, там, потому что у меня подписчиков-то много, я вижу, что они там, я на кого-то подписан, вижу, что они выкладывают там какие-то свои такие постеры, такие, ура-ура, там, ля-ля-ля-ля. И вот кто-то вопрос задает, а вы там типа радуетесь, что произошло? Я говорю, я не могу радоваться. Я не знаю, насколько хорошо Зеленский сможет сделать свою реформу. Я радуюсь все другому. Я радуюсь возможности украинского народа делать выбор. То есть делать его и проводить его в жизнь. Я радуюсь тому, что власть, которая, вот, правящая в настоящий момент, а Порошенко до сих пор является президентом, действующим, то есть пока Зеленский еще не вступил в должность, там, что называется, дает возможность реализации, там, демократии. Вот это меня радует. Вот это меня реально радует. А радует ли то, что Зеленский, там, не знаю. Вот этого я не знаю. Я наблюдаю именно процесс. Вот это вот гораздо важнее. И так еще-то я хотел еще какой-то момент отметить. Вот я вижу, написал Игорь что-то, а я поеду, не читаю. Все эти народные волнения и прения у людей по одной простой причине. Люди в своем подавляющем большинстве не понимают, кто такой президент, чьи интересы он будет продвигать. Президент при капитализме – это юридическое лицо, представляющее интересы определенных финансовых кругов правящего класса. Правящий класс у нас сегодня – это крупный финансово-промышленный торговый капитал. Для привлечения сторонников лучший способ – это указать на вероятного, ну, это да, да, это врага, реально вымышленного, так, нужно следующий враг идти дальше. Ну, да, 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 да. Я об этом примерно тоже говорил, Игорь, да. То есть, ну, я говорю, это когда направлено во внешнюю политику. То есть, перераспределение интересов изнутри наружу. Ну, есть, знаете, когда болит голова, давайте отдавим пальцы ног. Вот. Там, возможно, голова не будет болеть. Или все наоборот. Болит живот, да, типа по башке долбанем больно. Будет болеть голова, про живот на время забудешь. То есть, вот это то же самое. То есть, идет с Атришкинсом дикавтан. В итоге получается, что влиять пытаемся там, где часто работают саморегулирующиеся процессы, которые неплохо работают сами по себе. Я больше того скажу, что все внешние конфликты связаны уж точно не с тем, как рассуждают и что хотят обычные люди. Потому что, ну, проведи в любой стране соцопрос среди гражданского населения, если оно только не пробито на всю башку, как было это в гитлерской Германии перед войной. Там, хотите ли вы войны там, да? Хотите ли вы там, чтобы ваше государство там завоевало там чего-то там, 5-10-е? Народ скажет, да вы что, с Дума рухнули что ли? Не нужна нам никакая война, нам не нужны притязания никакие. У нас и так все хорошо. Мы хотим, чтобы у нас, в нашей стране, жилось хорошо. Понимаете, все люди во всех странах желают хорошей внутренней политики. А внешняя политика, никогда еще, на самом деле, мировое сообщество и люди не жили так хорошо. Я не говорю, ну, есть, конечно, страны, где все хреново, где голод и все такое прочее, воды нет. Но никогда не жили так хорошо, как сейчас. И никогда поэтому не было так мало причин для войны, как сейчас. Реальных. То есть не надо никакой войны за ресурсы там, за какие-то. Да что-то еще. Сейчас так устаканилось все. И всего хватает. От голода не умирают. В цивилизованных странах никто. В общем-то, по сути, понимаете. Ну, за редким исключением есть, конечно, люди, потерявшие все. По какой-то причине. Но это единица. То есть нет такого, чтобы прямо голодоморы какие-то были там. И все такое прочее. То есть минимум причин для ведения войн. И все войны, и все напряженности связаны только с играми кланов политических и политических элит. Вот все напряжения идут только оттуда, в верхах. Играют они судьбами государств, где заложниками являются обычные простые населения, которым до этого не впилось в хрен вообще вот эта тема, от слова совсем. Просто. Вообще. То есть их интересует больше внутренняя политика. Это равенство перед законом всех. Это доступность каких-то услуг. Это уверенность в завтрашнем дне. Это социальные гарантии. Такие как обучение, лечение, выход на пенсию. Вот что интересует людей. Вот где реальная точка приложения сил для любого хорошего политика. Вот она где. Именно в этом месте. Ну и последний момент, когда говорят про такого, как сам Зеленский, что типа у него нету никакой политических там опыта. Да и хорошо, ядреная мать. Вот поймите, вот Зеленский, он хороший предприниматель, да? Все говорят, клоун лицедей. Ну, ребята, окститесь. Форма проявления его деятельности не говорит о построении его структуры личности. Понимаете? Вот Аркадий Райкин был. Он был клоун лицедей, там услуга. Ну, Жванецкий Михаил. Ну, он тоже в какой-то мере лицедей. Но это люди, понимаете, это люди очень серьезные на самом деле. И форма проявления их, сатиры или что-то еще, это форма выражения через наиболее доходчивый способ для большего количества масс каких-то идей. Потому что через юмор доходит намного проще. Вот. На самом деле все эти люди по натуре, они не придурки. Они очень серьезные. Это раз. Второе. Он прекрасный бизнесмен. Он умеет строить хорошую команду. Он построил свою команду Квартал 95. Создал хороший, серьезный, мультимиллионный бизнес, приносящий большой доход. То есть этот человек является хорошим организатором и менеджером, который умеет формировать хорошую команду. Вот что и нужно политику высокого ранга. Умение формировать хорошую команду, набирая в нее специалистов. Так действует любой руководитель любого предприятия. Он не может быть во всем экспертом. И в бухгалтерии, и в производстве, и в кадрах, и во всем чем только можно. Ну, в кадрах, может, в большей степени он должен быть специалистом. Вот. И в маркетинге. Но абсолютно все понимать он не может и не должен. Он должен обязательно делегировать. Он должен набирать ту команду, где есть эксперты, которые этим делом занимаются. Вот в России долгое время правили цари, которые не могли являться экспертами во всех областях. Понимаете? Прерогативой царской власти было больше, как у нас это, совбез сейчас, условно говоря. Вот. А такие люди, как ближайшие экономические советники, они и формировали ту политику, которая действовала внутри. То есть они были ответственны за внутренние реформы. Так вот, Зеленский команду собирать умеет. Он и тут соберет эту команду. Понимаете? Больше того, ее и собирать-то откуда-то там по частям, откуда-то привлекая, выискивая людей, не надо. Она уже есть. Она, в принципе, эти специалисты, это наймиты. Они работают на действующую власть. Если им дать команду, ну, то грабить народ, они придумают те реформы, чтобы пограбить народ. Если им дать команду, не президент, да, самкинки команду, ну, то счастливить народ. Они найдут способ посчастливить народ. То есть принять экономические реформы, которые будут в пользу народа. Понимаете? Потому что это люди, которые эксперты своего дела. Они работают по команде, по приказу. И умеют это делать замечательно. Все зависит просто от того, кто команду отдает. Вот. И как он контролирует ее выполнение. Вот и все. Поэтому на самом деле, вот когда говорят, президент, это такая, блин, фигура там, е-мое, там, это просто капец. Вспомните про то, как к власти приходили всякие лжедмитрий там или кто-то там еще. И почему-то все не рушилось в тар-тарары. А зачастую, там, Годунов там. Все выстраивалось как-то нормально, понимаете? Просто нужна политическая воля для проведения определенного рода реформ. И поставить задачи на проведение реформ тем людям, которые в данных областях хорошо разбираются. И проконтролировать выполнение этого. Действительно проконтролировать. А не просто там продекларировать. Что, как у нас часто бывает. Надо то-то, надо то-то, надо жить хорошо. Надо бороться с коррупцией. Надо, надо... Мы и сами знаем. Не надо нам информировать общественность. Понимаете? Я когда слышу вот эти все популистские СМГ-заявления со стороны элит, которые говорят правильные вещи, ну, это вообще ни о чем, понимаете? Нам не столько надо знать, мы это и сами знаем все. Мы сами знаем, что надо. Если бы этого было бы достаточно, чтобы быть сам президентом, то каждый первый бы на кухне сидящий мог бы сказать так, а я могу так это говорить. Я тоже знаю, что это все надо. Да просто не в том, что надо знать, что это надо. А надо ставить правильные задачи и контролировать их исполнение. Если не в состоянии этого сделать, или под прикрытием этого надо проводить совершенно другое, то есть обман в населении. Ну, конечно, да. Тогда, может быть, и все действительно получается. Ну, то и посмотрим на Зеленского. Откуда мы знаем, чем он, как бы, движен? Хрен его знает. С другой стороны, меня очень интересно показалась эта тема с его сериалом этим «Слуга народа». По-моему, если тут покопаться и нарисовать некую теорию заговора, то, на мой взгляд, конечно, ни одна предвыборная кампания не была еще настолько классно построена, если это было задумано все с самого начала. Это просто охрененный стратегический путь. Людей просто приучили уже к образу президента в виде конкретного человека. Сформировали позитивный образ, с которым реальная личность, возможно, и не имеет общего ничего. Но он уже по-другому и не воспринимается. С образом этого голобородка, что ли, там у них, да, «Совслуги народа-то». Это вот вообще, если это все было продумано, то это, конечно, такой маркетинговый ход, который просто выстроил, обрек, можно сказать, сам Порошенко на поражение и выборность Семзеленского. Но это возможно было, опять же, именно потому, что телевидение не является, есть там не только государственное, но и частное. Именно новостное телевидение преимущественно. То есть новости не являются монополией государства и не являются элементом цензуры в Украине. Поэтому это и стало возможно. Ну, в общем-то, вот, друзья, поговорили мы на политические темы, что я обычно не делаю. Ну, просто такой интересный момент, такой базовый, потому что страна рядом, как говорят, братский народ и все такое. Интересно, интересно. На самом деле, можно много было на эту тему порассуждать. Например, интересный момент тот, что во время дебатов, которые проходили, для меня это было, я их посмотрел в записи, и интересно было то, что на самом деле два человека, которым легче разговаривать на русском языке, вынуждены вести дебаты на украинском языке. Для публики, которые легче понимать русский язык, но они обязаны слушать это все на украинском языке. Вот в этом, конечно, мне кажется, определенная лажа. Я, возможно, заблуждаюсь, но мне кажется, что и для того, и для другого русский язык гораздо ближе. И для абсолютного большинства, от электората, которые прекрасно понимают, русский язык тоже было ближе. Учитывая тот факт, что Зеленский и свой квартал 95 и все остальное будет часто, ну, и, по крайней мере, то, что я видел, он редко на украинском вообще, на русском все. Чтобы захватить электорат как можно больше, потому что русские понимают все. Вот это вот, вообще, это прикольно, вот эта картина была. И это единственный прокол был Зеленского во время дебатов, потому что он в каких-то местах, я одно место точно помню, скатился на то, что сказал буквально пару предложений на чисто русском языке. А все-таки антироссийская политика, не антироссийская в том, что там против России, а в том, что Украина не сателлит, а сама по себе в этом плане подразумевает то, что они все-таки должны быть аутентичны и говорить на украинском языке. И в этом был его незначительный промах. Порошенко в этом плане выдержал эту ситуацию. Ну, это вот такие вот много моментов, которые можно было бы как-то так это помуслякать. Но, ребят, я приехал уже на тренировку. Если вам интересно вот это все это дело, то есть обсудить, я с удовольствием почитаю ваши комментарии и отвечу на ваши вопросы, если они будут. Все, всем пока!